Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках, совместно продолжаем следить, разбирать все ключевые фундаментальные события и анализировать, как эти события влияют на наши торговые идеи. Ну что ж, по прошествии еще одного дня после того, как во вторник у нас было полноценное ралли рисковых инструментов, в среду мы смогли убедиться в том, что, возможно, это ралли было несколько преувеличенным. Возможно, возьмем тут же в кавычки, потому что это ралли точно было преувеличено. На рынке сохраняются опасения, на рынке сохраняются риски, которые в любой момент могут стать катализаторами ухода трейдеров в защитные активы. Золото остается выше 1700, индекс американской валюты не прорвался выше, точнее ниже уровня поддержки 98.80 и остался, собственно, в коридоре, который как диапазон проторговки держится длительный период времени. Друзья, все это указывает на то, что сейчас трейдеры пытаются определиться с дальнейшим вектором движения, но пока что силы равны и, мне кажется, учитывая, как развиваются отношения США и Китая, в конце концов победителями выйдут продавцы рисковых инструментов, потому что буквально мы с вами снова вынуждены переключить свое внимание на то, докуда готовы дойти и куда готовы зайти США и Китай в своей конфронтации по Гонконгу. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Гонконг фактически лишился своей автономии. И вчера, сразу же после этого, Трамп сделал заявление о том, что до конца этой недели, а фактически у нас, ну не знаю, что он имел в виду, будний или с заходом на выходные. Давайте скажем, что просто до конца этой недели США собираются жестко ответить на закон о нацбезопасности, который был принят Пекином в отношении Гонконга. Что это за ответные меры? Это, скорее всего, точно санкции в отношении тех лиц, которые принимали участие в разработке законопроекта. И, возможно, это новые экономические санкции касательно всего Китая. Я думаю, что мы так полномерно уйдем в плоскость торговых отношений, вспомним про торговую войну, вспомним, что очень много еще невыполненных обязательств. Поднимем вопрос, вообще будут ли эти обязательства, прежние договоренности по торговой сделке выполняться и дальше. И не стоит ли нам, друзья, готовиться к тому, что последствия пандемии, которые стали причиной нового финансово-экономического кризиса, это проблема, которую усилят непростые отношения США и Китая, торговая война, которая обречет на спад мировую экономическую активность, потому что торговая активность США и Китая это почти 10% мирового товарооборота. Поэтому, друзья, если говорить детально, что у нас есть на данный момент, у нас есть довольно серьезный, внушительный риск, способный в любой момент заставить трейдеров снова уходить в защитные активы. Я не привык метаться, разворачиваться, я давно придерживался позиции того, что на текущем новостном фоне и вообще из-за того, что произошло с экономикой в последние месяцы, очень опрометчиво сейчас делать вставки на рост риска и распродажи защитных инструментов. Даже несмотря на то, что в какие-то моменты кажутся очень заманчивыми покупки евро, фунта, ведь они какое-то время назад активно росли. Но, друзья, вам нужно все-таки принимать для себя позицию, как вы действуете, видите ли вы эти глобальные риски, и уже от этого исходить в принятии ваших собственных индивидуальных решений. Если что-то остается недоразобранным, непонятным, у вас есть возможность, друзья, писать в комментариях, задавать вопросы, я с большим удовольствием отвечу. На этой ноте также добавлю, что обязательно подпишитесь на наш канал, так вы будете в курсе всего контента, который мы добавляем. Ну и не ленитесь, ставьте лайки, друзья, большие пальцы, которые являются самым лучшим мотивацией для любого спикера. Давайте чуть-чуть детальнее. По нефтянке у нас коррекция. 34,45, вышли данные по запасам нефти от Американского института. Нефти плюс 8,7 миллиона. Соответственно, сегодня выйдут уже официальные данные. Ждем тоже статистику со знаком плюс и полагаю, что коррекционная динамика усилится. Повторюсь, я вне рынка, я просто являюсь сторонним наблюдателем за тем, что происходит сейчас в секции энергетики и жду все-таки более серьезного ухода коррекции в район 30 долларов за баррель. Там уже буду принимать решение о покупках. Индекс американской валюты 98,95. Касательно отношений США к Китаю вроде сейчас разобрались. С вами сегодня блок статистики 15,30 по штатам. Мы ее ждали всю неделю. Заказан товар длительного пользования, годовые данные по ОВП, индекс расходов наличного потребления и заявки на пособия по безработице. Посмотрите на прогнозы, везде плохие цифры. И плохую статистику я привык использовать в качестве триггера повышенного спроса на доллар. Полагаю, что плохая статистика, фундамент, да еще и близость вот этого уровня технической поддержки диапазона 108,98 и 8 по индексу доллара. Сделать свое дело и поспособствовать тому, чтобы индекс оттолкнулся и пошел вверх. Доллар иена. Друзья, Бэнков Америка предлагает ориентироваться на цель 105. Думаю, что можно взять за основу этот уровень. Золото 1714. Был тест ниже уровня 1700 долларов за тройскую унцию, но не продолжитель. Мы снова стали свидетелями того, как покупатели быстро выкупили золото. Сейчас 1714. Я, друзья, предлагаю снова ставить на цель 1750. Как только мы ее сделаем, уже возможно будет правильным поднять вопрос, а будет ли перехать. Я думаю, что будет. И, судя по всему, отношения Вашингтона и Пекина лишь продолжат ухудшаться. Австралийс против доллара 0,6590. Держим короткие позиции. Учитывая все, что было сказано касательно конфронтации по Гонконгу, вы должны понимать, что очень сильно пострадает в перспективе юань между австралийцем и юанем. Довольно высокая степень корреляции. Австралийцы будут снижаться вслед за китайской валютой. Это все отголоски следствия их тесных торгово-партнерских связей. Плюс ко всему, сегодня после выступления руководителя Резервного банка Австралии Филиппу Лоу, мы еще раз убедились в том, что низкие процентные ставки и действующие объемы программы количественного смягчения будут актуальны до тех пор, пока Резервный банк Австралии не увидит целевые значения по инфляции и по темпам экономического роста. S&P 3028, друзья, я честно говорю, прям на полную катушку залез в короткие позиции, потому что считаю, что это вообще немыслимые уровни, на которых оказался американский фондовый рынок. Не бывать продолжению бычьего ралли. Я уверен, что последует мощная коррекция и может быть даже катализатором для этой коррекции выступят сегодняшние слабые данные по американской экономике. Меня очень сильно пугают темпы, с которыми американский фондовый рынок рос. Хорошо, ладно, была положительная динамика, но скорость, с которой развивалась эта положительная динамика, это не есть нормальное явление, учитывая последствия для американской экономики пандемии. Экономическая активность не восстановится так быстро, как она снижалась. Поэтому, друзья, худшие времена для S&P, для американского фондового рынка еще впереди. Евро против доллара 1.10.09. Используем значение выше отметки 1.10 как возможность продать. Вчера евро вырос на позитиве относительно предложенного Еврокомиссии фонда помощи, в результате которого 500 миллиардов евро будет раздаваться в виде грантов и 250 в виде возвратных займов. Мы ждем заседания ЕЦБ 4 июня. Новый стимул от ЕЦБ. Будем использовать это для того, чтобы активно продавать европейскую валюту. И фунт против доллара забрался высоко, но также лихо вчера и свалился. 1.22.52, цель 1.20. Снова возвращаемся к вопросам по Брекзиту. Англия давит на ЕС, торопит все-таки принять немножко более мягкую позицию в отношении Англии. Европейский Союз сопротивляется. И Бейли, который является главой Банка Англии, накануне подтвердил, что все-таки есть еще в рассмотрении вопрос снижения ставки ниже нуля. Заседание Банка Англии через две недели. Будем ждать это решение. Друзья, держим короткую позицию. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...